Друзья, мы начинаем меняться прямо сейчас, и вы вместе с нами. У нас в гостях замечательные люди. Артём Квитко, тренер проекта «Лучшая версия себя» от Orange Fitness. Марина Романенко, пиар-менеджер спортивного клуба Orange Fitness. И Анна Джура, участница проекта «Лучшая версия себя» от Orange Fitness. Доброе утро, ребятушки! Здравствуйте! Доброе утро! Ну и первый вопрос. Задумка проекта, основная его мысль, концепция, миссия этого проекта? «Лучшая версия себя» — это проект глобальных преображений. Это тотальная перезагрузка образа мышления наших участников, их взгляда на самих себя, перезагрузка их видения своего тела, перезагрузка психологическая, прежде всего, всего образа жизни. Этим проектом мы бы очень хотели вдохновить и мотивировать все зрители и показать, что нет ничего невозможного, как бы банально это ни звучало. Если вашей целью является похудеть, нарастить мышечную массу, стать втоняшкой, как сейчас очень модно, вы можете довериться команде специалистов, поверить в себя, поставить чёткую цель и не лениться, и добиваться её. Через что предстоит пройти участникам проекта? Чего ждать? Семь участников, семь амбициозных целей, 22 специалиста и три месяца на вызов самим себе. Мы уже начали работу с психологом, эндокринологом, сдали ряд анализов необходимых, уже начали анкетирование, различные другие процессы, которые необходимы перед тем, как приступить к тренировкам. Артём и другие тренеры проекта уже начали тренировать наших участников, мы уже составили с нутрициологом программы питания для участников. То есть такой очень глобальный уже процесс запущен. И в конце проекта самое интересное будет, мы будем менять участников всецело на 360 с помощью имиджмейкеров, визажистов, стилистов, прическов. То есть зритель увидит волшебство самостоятельно? Да, полное преображение. Волшебство за три месяца. Ну, знаете, такой школьный вопрос меня интересует. Это же, ну, он же не коммерческий проект, вы на нём не планируете зарабатывать? Нет, конечно. Тогда смысл, какая оборотная сторона? Этим проектом мы прежде всего хотели быть полезны обществу и сделать что-то действительно значимое, воплотить чьи-то мечты, мечты наших дорогих участников и мечты, возможно, наших зрителей даже, промотивировать их на спорт, здоровый образ жизни. Аня, вопрос к вам. Почему вы решили участвовать? Я... Что вас толкнуло? А я хочу поменять свою жизнь. Поменять её на 360 градусов. Вообще всё поменять, изменить в лучшую сторону. И решила участвовать. А когда произошёл этот щелчок такой, когда вы поняли, что всё, пора? Ну, наверное, когда уже здоровье такое пошатнулось немножко. И у нас же как, всё от веса. Если вес большой, значит, и здоровье будет хромать немножко. Поэтому решила. Ана, самое сложное, на ваш взгляд, в этом проекте, получится ли добиться вот целей поставленных, как вы считаете? Срок-то совсем небольшой. Ну, срок маленький, а я очень целеустремлённая. И если я поставила себе цель, я её добьюсь. И я иду к этому. Мы видим, как вы заряжены. И мы вам желаем этого добиться. Есть Артём. О вашей роли в проекте расскажите. Какие программы составляются для участников? Ну, смотрите, для начала нужно, конечно, адаптировать человека к нагрузке. Потому что если была долгая пауза в нагрузке, то, конечно, организм отвык. Вот. В дальнейшем мы хотим максимально расфункционалить человека, чтобы это была не банальная силовая нагрузка, а то, что может человеку пригодиться потом в дальнейшем по жизни. То есть и на активном отдыхе, и, в принципе, по жизни. И, грубо говоря, подняться в лаганаки и не задохнуться от собственной отдышки. Да хотя бы на девятый этаж, когда есть. Хотя бы, да. Это точно. Вот. А наша цель, как тренера, это, во-первых, постоянное сопровождение. Контролировать мы на 100% не можем. Ну, это действительно факт. Но поддерживать мы на 100% можем. Мы можем вселять надежду, мы можем мотивировать, мы можем правильно, качественно и хорошо тренировать. И что это уже все в совокупности принесет отличный результат. С какими-то трудностями, вот, конкретно вы, как тренер, сталкиваетесь? Да, нужно человека заставить нормально спать. Нужно человека заставить поменять свое отношение к еде, чтобы быть проще, чтобы не привязываться к определенным продуктам, не привязываться к, так сказать, к обществу, окружению, которое его, наоборот, демотивирует. А заряжать своим позитивом, заряжать своей мотивацией. Вот. И что самое трудное, наверное, это воздержать человека от стресса. То есть заставить его немножечко, так сказать, забивать на трудности, на легкие, не на легкие. И все-таки верить в себя. Вот заставить реально верить в себя. Вот так. Какова, Артем, ваша цель как тренера проекта? Про амбиции, да, наверное, речь больше идет? Ну, мы, каждый тренер, это человек цели. Мы ставим цель максимально поменять человека. Но что такое максимально поменять, мы привязываем к цифрам обязательно. Вот. Мы должны минимум на 3-4% от массы тела сбросить жировой ткани. И чтобы, самое главное, не навредить здоровью. Потому что очень много проектов существует, которые скидываются вес, потом тратятся на это здоровье, потом это все возвращается. Наша задача максимально сохранить здоровье и качественно потерять лишние весы. Артем, у меня еще вопрос назрел такой. Вот вы когда соглашались, 3 месяца, это же 3 месяца, не страшно? 3 месяца, это простое лето, это солнышко, это классное времяпровождение с классными людьми. Это класс. Нет, это кайф, это наша работа, которая приносит удовольствие. Это... Круто. Можно сейчас на себе прочувствовать, может быть, пару упражнений вы покажете, может быть, из тех программ, которые вы даете. Улучшим Павла, давайте. Ну, давайте, конечно, мы сейчас начнем наше хорошее утро с небольшой зарядки. Да, пожалуйста. Я очень надеюсь, что и зрители хорошее утро тоже к нам присоединятся и, так сказать, подготовятся к бодрому дню. Мы простую зарядку проведем. Начнем вращать плечами вперед, чтобы улучшить кровообращение плечевого пояса. После сна это самое то, что нам нужно. В обратную сторону. Добавляем маховые вращения руками вперед. Вся разминка должна занять не более 5-7 минут. В обратную сторону, но мы ее будем сокращенно делать. Паш, тебя там не замкнуло. Не, у меня нормально, просто если вы в пиджаке, лучше пиджак снимать. Легкий выпад. В одну сторону и в другую. Разминаем хорошо ноги. Павел, до характерного хруста брюк. Далее. Как вы и сказали, я чувствую, что пауза прям была. Пауза была? Большая, да, физически. На каждую ногу. У каждой ноги была пауза. Далее мы перейдем на упражнение с ковриком. Павел, вы как? Еще не устали? Я, ну еще нормально вроде. Держитесь? Ага. Итак, кому тяжело, мы продолжаем с колен. Кто физически хоть немножечко подготовлен, может полноценные отжимания делать. И на счет раз-два мы отжимаемся от пола. Аня, какая техника у вас? А я не могу, когда женщина отжимается, я не могу стоять. Ух ты. Да, у рук тоже была пауза. Достаточно. Была пауза у всего. Переходим в положение на коврике лежа на спине. И включаем мышцы кора, мышцы стабилизации. Не, ну тут я могу отдохнуть, конечно. Простые сгибания корпуса. Мне кажется, вот это уже лучшая версия меня. Лучше уже не представить. Стоишь хорошо, Паша. Да, друзья, к сожалению, мы все упражнения не сможем сейчас посмотреть. Но хотим вам пожелать, чтобы вы делали зарядку каждое утро. Чтобы вы приближались всегда к лучшей версии себя, как и наши гости, участники проекта «Лучшая версия себя» от Orange Fitness. Друзья, в общем, оставайтесь с нами. Это и другие интервью. Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте. Кубань24.tv Далее факты. Факты спортивный прогноз погоды. Потом возвращаемся в нашу студию. И узнаем, с кем позавтракал наш московский друг Дмитрий Нестеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова